В первое воскресенье июня все дороги почитателей творчества Александра Пушкина вели в Захарова. В этом году исполнилось 216 лет со дня рождения поэта. Хотелось бы пожелать людям получить удовольствие, пообщаться, максимально приблизиться к творчеству Пушкина. И это наша основная задача, чтобы ощущение праздника сохранилось не только на этот день, но и на последующую, как минимум неделю, чтобы вспоминали, говорили, как было здорово, вот именно там, в Захарова. Пушкинский праздник на Одинцовской земле всегда удивителен и неповторим. Звонкоголосые фольклорные ансамбли, хоры русской песни без приглашения устроили пиршество русского духа. Яркая, искрометная команда культурно-досугого центра «Молодежный» созвала всех в единый хоровод. Рядом участники праздника вспоминают старинную игру пушкинских времен «Веревочка». Ее организаторы приехали из Москвы. Для желающих помириться силой и ловкостью возможности не ограничены. Любовь Савкова из Красногорска привезла уникальную коллекцию деревянных сумениров. Это не Хохлама, это Мизень, это Север. Эта роспись выполнялась в устье реки Мизень Архангельской губернии. И вот в 2014 году я участвовала в конкурсе «Русь мастеровая» от Московской области и попала в четверку специальный диплом. Пронзительный звон колоколов – сигнал к началу торжества. Уважаемые гости нашей поляны Захарова, разрешите мне от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Иванова поприветствовать вас на красивом и замечательном празднике. Друзья мои, хочу вам сказать, что вам всем несказанно повезло, ведь именно сегодня мы отмечаем 210-ю годовщину со дня приезда маленького Саши Пушкина в Захарова. И вы все к этому сопричастны. Вы дышите этим воздухом, выходите по этим полянам. Сегодня для вас много нового и интересного. Большой праздничный концерт открывает Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под руководством Андрея Балина. У микрофона заслуженный артист России Сергей Шеремет. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой быть, другим. Далее венок признания в любви Пушкину создавали солисты Светлана Синякова, Катерина Нефедова и поэтические преемники поэта. Луч сыпал воду самоцветы, бриллиантами сверкала гладь. В Захарова стеклись поэты, чтоб почесть Пушкину отдать. Обойти в этот день все творческие площадки было невозможно, как невозможно было не поговорить с Бронзовым Пушкиным. Молодой человек приехал из Оренбурга, где поэт собирал материал о Пугачеве для повести «Капитанская дочка». Но от волнения арт-объект все забыл. С памятью у старика с неводом и золотой рыбкой в руках было лучше. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, богиня чистой красоты. Более ста детских коллективов приехали в Захарова с концертными номерами. Премьерой в этот праздник стало открытие поляны сказок. К сказкам поэт обратился уже в зрелом возрасте. Литература веда считает, что именно сказки няни стали основой его творчества. Он восклицал, что за прелесть эти сказки, каждая из них – поэма. Заслуженный деятель искусств Гидамина Старанда с самодеятельными артистами коллектива «Огонек» Веденского дома культуры поставили сказку о попе и работнике его балде. Зрители, прежде всего дети, получили массу удовольствия. Ведь этот праздник на самом деле получился народный. Посмотрите, 40 лет люди сюда приезжают. Они знают, что именно первое воскресенье июня, 6 числа здесь было много народу, и все спрашивали, а когда же будет праздник? А те, кто сюда приезжает в 40 лет, приехали сегодня. Потому что вот такой праздник сделали в Захарово. Я считаю, что это очень здорово, потому что сюда приходят от мала до велика. И площадки сегодня вы видите совершенно для всех. И от маленьких до взрослых. И сюда приезжают и много актеров уже приехали. Я сегодня видел вообще 5 моих друзей из драматических театров, из оперного театра, которые приехали сюда со своими детьми, чтобы вот именно получить это удовольствие от пушкинского праздника, что очень важно. На огромной площади в 4,5 гектара раскинулась пушкинская усадьба. Обустройство этого пространства требует больших финансовых и временных затрат. Но то, что Захарова вошло в губернаторский проект парки Подмосковья, вселяет надежду, что уже через год на очередной пушкинский день поляна поэта станет еще краше. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.